Здравствуйте дорогие друзья! Решил снять небольшой обзор вот такого подвеса. В народе его называют паук. Это микрофонный держатель, который избавляет микрофон от вибраций, которые могут передаваться по стойке, либо другими механическими воздействиями вблизи микрофона. Брал я его для своего микрофона Behringer C1, обзор на который я уже делал на своем канале. Этот микрофон можно крепить стандартным крепежом, стандартным держателем, который шел в комплекте. Делается это вот так. Здесь уже есть переходник внутри, металлический, очень надежный. Поэтому это можно делать прямо накрутив на штатив данный держатель. У микрофона мы откручиваем заднюю часть, вставляем в держатель микрофон, прикручиваем к держателю, и вуаля, у нас все держится, все замечательно. Но такое крепление не лишено недостатков, потому что мы не можем отрегулировать положение микрофона. То есть у нас есть только такое положение и вот такое положение. Но при этом микрофон как бы придется повернуть, потому что так не совсем удобно его располагать. Для того, чтобы удобно настроить под себя микрофон, нужно купить либо отдельно другой держатель, либо взять держатель в виде паука, так называемый подвес, у которого уже будет функция настройки положения микрофона. Для того, чтобы установить микрофон в такой держатель, не нужно здесь ничего откручивать, вы просто прищепкой, которая здесь находится, разводите в стороны вот эту часть крепления и вставляете микрофон. Выглядит это вот так. Вот вы разводите этой прищепкой, вставляете микрофон, пускаете прищепку, и он здесь надежно зажимается этим держателем. На стойке это выглядит примерно вот так. Микрофон установлен. Как видите, его положение можно менять, например, поднять вот так, зафиксировать. Или можно поднять еще выше, например, вот так, когда источник звука, например, находится сверху. Очень удобно настраивать на самом деле, так что вот такого паука, такой держатель, такой подвес вы всегда можете купить на Алиэкспрессе. Мне он обошелся когда-то 10,5 долларов, сейчас у этого же продавца, этот же подвес стоит 9 долларов, что я считаю очень приемлемой ценой. Что касается самого паука, эта часть у него алюминиевая полностью. Металлическая прищепка не сломается у вас, как бы жестко вы ее не использовали. Стакан, в который вставляется сам микрофон, также металлический. С внутренней стороны этот металл обработан такой губкой специальной, видите, белой, которая очень-очень мягкая, но плотная, что позволяет микрофону достаточно надежно сидеть, избавиться от дополнительных вибраций. Это стандартная резинка, которая из себя представляет пружину, обтянутую резиновой тканью. Эта часть также металлическая, это фиксирующая крутилка, также металлическая, что, конечно же, очень здорово. Вот, в принципе, наверное, все рассказал. Если будут еще какие-то вопросы, дополнительно можете написать в комментариях. Уже очень много лет он меня радует, менять я его не собираюсь. Если хотите купить такой же, ссылочку на этот товар я укажу в описании к этому видео. Также я там приложу несколько похожих, интересных экземпляров по невысокой стоимости. Специально для вас найду их на Алиэкспресс и приложу в описании к видео, чтобы вы долго не рылись и не искали. У проверенных продавцов, соответственно. Если вам понравилось данное видео, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, для того, чтобы не пропускать обзоры таких интересных девайсов. И спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok